Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это партия в Sid Meier Civilization VI Gathering Storm за Рим. 8 человек, карта Пангея, а в соперниках у меня иностранцы, так что осторожно будет много английской речи. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу, переходите во вкладку сообщества, там оно будет вам видно, а остальные зрители будут получать их раз в день, во всяком случае так планируется. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников, приятного просмотра. Ну что ж, карта Пангея, вот здесь уже явно должен быть кампус, потому что плюс 2 будет от гор и плюс 2 будет от источника. Ну здесь еще, конечно, возможно, тут все-таки холм, его хочется оставить. Теперь надо думать, где ставить город. Можно подойти. Да, но если подходить, то только сюда. Хотя... Ну то есть, в чем идея, что подойти? Это треугольник из центра города, гавани и центра коммерции. И здесь вот он не очень, потому что если здесь я ставлю город, то треугольник такой должен быть, у гавани нету соседства. То есть, гавань я бы так поставил просто... Ладно, давайте я не буду никуда ходить, не буду терять время и ходы, поставлю рим здесь. Тут хорошее место вполне. То есть, в начале есть производство, еда. Давайте скаутов в очередь пока до строителя. И пойдем, пойдем по реке вверх. Или сюда может сходить? Нет, давайте по реке вверх. О, там еще горы. Ладно. Ладно. Нет, не горное дело, а лошади, лошади. Тем более, у меня тут... То есть, у меня есть олени. Я могу олени обработать и попробовать храм Артемиды построить. Попробовать в золотой век сразу выйти вообще. Мне, наверное, надо стремиться в золотой век сразу. Я думаю... Жизнь, это чьи-то границы уже или мне кажется? Показать на река, наверное, просто. Так. Да, ладно. Ничего не буду тут. Да, быстрее могу скаутов построить, но мне надо город, чтобы рост сначала. А потом уже... Производство. Ну, тут интересные какие-то места, но... Правда, новый мир карта, поэтому... Так, холмиста несколько. Знаете, я этим скаутом сюда пойду. Свод законов открыли. Потому что река называется Тибр. Мы тут ближе к ней. Вот это интересно, как река называется. По. Это у нас По. Так, дальше, наверное, пока мастерство пойду. И здесь поставим удвоенный опыт юнитам разведки и попытаемся пантеончик взять. Ну, давайте рабочего. Нет, 20 денег. А, и новый континент открыли. В чем континент? На этом континенте кто-то есть. Зато ускорили. Да, зато ускорили. Блин, ну, такие места... Не думаю, что на меня кто-то нападать будет. Очень... Только если турок в соседях будет. Вот турку... Ну, тут вообще всем тяжело нападать, но... Давай, наверное, сюда сбегаю. Гляну. Сюда пойду тогда. Так. Два жителя есть. Так, это я... Блин, двое лошадей вообще. Производство. Давайте вот так сделаем. А вон у меня еще три еды. А, блин, не смогу я здесь... Да, придется здесь кампус ставить. Я, наверное... Наверное, куплю эту клетку. Быстрее будет расти город. Три хода. Видите, они четыре... Не пять. Пять было даже городов. Ходов. Да, слушайте, у меня аж трое лошадей вокруг. Что-то с чем-то. Ну, трое лошадей, но кампус придется сюда ставить. Сразу удалю. Надо понимать, что надо удалять... Здесь камень надо будет удалять. Для этого я и ставлю метку. Еще руинка. Так, а где какие люди вообще? Интересно, тут надо вокруг поисследовать. Так, две еды, три еды. Все правильно идет. Рост. Ну, что я буду делать этим рабочим? К сожалению, нельзя орошение ускорить. Мне надо бы, конечно, вино обработать. У меня нету ресурсов роскоши вообще рядом. Мауле. Это уже явно не мое название, не римское. То есть, там какая-то нация сверху от меня. Мауле, может, Мапуча? Мапуча в игре есть. Точно. Гонконг я нашел первым. Это неплохо. Так, восьмой ход. Всего одно очко эпохи. Ну, я сейчас руинку возьму. Явно надо будет первый город сюда вверх вести, ставить. Потому что сверху кто-то у меня. Что получил? Мистицизм ускорил. Так, давайте-ка мы народную торговлю будем открывать. Немножко забыл я мастерство переключить, честно говоря. Блин, все в таких горах. Как бы с одной стороны, конечно, и хорошо. Давайте я, наверное, сразу улыблюсь поселенца. Что-то не видно, чтобы кто-то мне помешал. Наверное, надо обрабатывать сначала оленей, потом лошадей, потом пойти камень обработать. Я понимаю, что я хочу сюда кампус ставить, но... Или тут камень обработать. Тогда, наверное, лучше тут камень. Тогда и лошадей лучше этих обработать. Сначала этих оленей, потом сюда лошадей, потом сюда камень. Вот так я и сделаю. Такой у нас будет ход. Конем. Ну, кони-то кликуха этого рабочего. В Риме у нас есть. Не знаю, как на латинском, на латыни, конь будет. Знаешь, что, Калибулы это сапожок. Помню. Так, вот эти... Лаги, это чуваки, ставят меточки. Смотрим, что тут на реке. Может, даже не сюда город ставить, а сюда. Тут как-то получше выглядит место. Поаппетитнее. Ой, Рапану и первым встретил. Это очень хорошо. То есть, скорее всего, рядом не так много... Ну, вот как раз я поведу вот так поселенца, этим дуболомом буду его защищать. По-моему, неплохо. И расселяться я вокруг могу тоже очень неплохо. Так, что мне там надо для железа? У меня обработку железа. Давайте обработку железа. Вот прям пойду. Ну, для моих этих уникальных юнитов. Так, вдоль реки я исследую. Ну, например, здесь где дуболом стоит. Кому очень неплохо. Когда тут еще этот город куда-то влезет. Да, я вот сюда бы поставил. Тут вино. Дотянемся до мрамора. Три-шесть-три. Ну, пока так-то, а ладно. Так, давайте возьмем руинку. Десять веры и доступно повышение. Ага, начну с следующим уходом пантеон. Я все хорошо. Блин, вот тут варвары, оказывается. Так, надо не пускать лошадь. Ко мне. Просто пусть я вот встану в защиту. Пускай долбится. Так, читайте, кушадей обрабатывать идем. Этот скаут получает повышение. Где я кого-то? О, мапучи. Я так и говорил, что мапучи будет сверху. Просто как знал. Ну, по названию реки, в общем-то. Тут ничего. Ничего сверхоригинального. Так. Какой пантеон возьмем? Вера, Вера. С престижем потрясающе и выше. Вряд ли будет работать. Обряды плодородия. Дает бесплатный... А, подождите, а где там бесплатный? Уже взяли, наверное, бесплатного поселенца. Да. Бесплатного поселенца взяли. Отлично. Лошадь еще и его атакует. Это просто здорово. Так. Ну, мы тут сразу лошадей тогда обрабатываем. Ага, тут просто конец. И через рапану я не пойду. То есть, здесь города никто не поставит. Поэтому мне и надо в ту сторону пытаться. Я боюсь, что где-то он тут рядом. Мапучи. Я думаю, он тоже хочет сюда город ставить. Вот в чем дело. Ну, он предлагает дружбу. Это вот такие правила. Мы, типа, играем в Дипло Плюс. То есть, с двумя людьми на карте можно заключить дружбу только. Поэтому и получается... Ну, и, соответственно, союзы. Поэтому получается, что мне желательно с соседом, если у меня есть куда селиться, то лучше заключать союз. Так. Надо ли мне это что-то поменять? Я бы оставил пока на поселен... На разведчиков. А, вот это я бы поменял, да. Ну. Потому что пантеон я уже принял. А что он дает, кроме бесплатного рабочего? Плюс одна пища, молоко, скот, рис, пшеница. Ну, то есть, у меня нигде. Ну, вот тут пшеница, ну... Ну, как здорово, что он долбится... Ну, вообще, лояльности я не вижу рядом. Не знаю, поведет ли он сюда. О, блин, вот где варвары. Это не очень хорошо. Здесь варвары. Я бы даже сказал, это плохо. Так, надо здесь пробраться. 14 ходов, и я уже в нормальном веке. Так. Блин, может пока... Не, надо обработку бронзы открывать. Так, найду 6 ходов. Торговца... Не, давайте еще посередим. Как раз 6-6. Третий поселенец. Раннюю империю. Но я пока еще ни одного варвара не убил, поэтому ускорение обработки бронзы не предвидится. Ну... Все. Я думаю, что ход закончен, а у меня все еще висит... Кто-то в конце хода метки решил поставить. Вообще, он, по идее, должен убить этого... Может убить, наверное, этого коня. Нет. Переключимся. Так, мастерство открыли. Наверное, все еще оставим на... Двойный опыт разведки. Ну, блин. О! Чандрагупта. Ну, дайте повышение разведчику. Так. Похоже, здесь вообще, мне кажется, полуостров. То есть, мапучи сверху и все. Как-то я поселенцам вот тут открыл. Странно. Так. Ну, тут мне надо купить клетку. Обработать. Так. Рамнюю империю пока отложим. Трудовую повинность будем открывать. Один заряд. Знаете что? Я пойду сюда. Оставлю это один заряд у этого рабочего. Я достаточно время всего обработал. И он у меня будет вырубать камень, когда Магнус в Рим придет, чтобы кампус поставить. Кстати, можно открыть письменность. Раз такое дело. Пока обработку бронзы... Блин, я, наверное... Я, наверное, не успею просто... Своих этих... Хотя, 16-й ход. Давайте я, наверное, сбегаю за руинкой. Так, Чандрагуб-то вверху. Наверное, где-то отсюда пришел. Просто где еще могут быть руинки нетронутые? Я вот про это думаю. О, тут, кстати, кто-то бьет. А, это из-за... Блин, ну не надо. Ну зачем? Ну, сейчас буран порушит все мои улучшения. Буря. Муглою небо кроет. Вихри снежные крутя. То, как волк она заводит, то заплачет, как дитя. Это бизнес. Не знаю, лояльности я не вижу. Если он, конечно, ведет сюда город, надеюсь, я раньше него поставлю. Так. Какой-то варварский дуболом. Я его не буду трогать. Ну, хорэ лагать. Что-то поселенец прям даже раньше строится. По-моему, был одинаково 6-6. А он тут вот так вот. Ну, вот о чем я говорю. Ну, ладно, у меня зато остался рабочий. Я могу... Ага, блин, а одно разрушили. Пойду чинить. Убить этого. Где ты пришел? Из твоего... Из Танцка. Тут я получил просто промоушен. Давайте вот так качать. Да, ё-моё. Варвары окружают. Ну, этого надо будет сюда везти. То есть у меня сверху Мапуча. Где-то либо сверху, либо слева Индия, Чандрагупта. Но Мапуча явно ближе. Теперь убью я этого скаута. Будет первый убитый варвар. Пойдем лагерем варварским займемся. Ну, и здесь... Не знаю, тут, наверное, сюда стоит сбегать. Там Мапуча все соберет. Поэтому, наверное, надо сюда. Тут вот какой-то остался полуостров. Так, отремонтируем. Это, к сожалению, полностью разрушено. Видите, не отремонтировать. Так. Здесь можно не спешить, город ставить. То есть, я думаю, куда-то вот сюда надо везти. В любом случае. Так. Мне тут надо для ускорения шесть жителей Рим растет Аквилея Я думаю, что она обрабатывает виноградик как раз Так. Может мне все-таки открыть стрельбу из рук и храм Артемиды построить? Можно строить только рядом с лагерем. В пределах четырех клеток от этого чуда дает одно удовольствие плантация. Да, ну... Вот тут, конечно, надо строить храм Артемиды. Давайте храм Артемиды откроем. Ой. Ой, а что так больно-то? Что-то я зря сделал. Вот это я сделал. Ага, вот Чандрагуб-то. Ну, это далеко, согласитесь. Даже если бы между нами гор не было, он просто был бы далеко. Это просто далеко. Так, блин. Давайте прачника, наверное. И воина. О, я тут не поставил строиться. Нифига. А что мне вообще... Ну, я надеюсь, у меня построились эти монументы в городах. Да. фуф. Так, ну я поменяю следующим ходом. Я против варваров поставлю плюс 5, видимо. Ну, руинка. Как раз будем следующим ходом брать. И вот эту я тут стою рабочим, потому что я тут собираюсь строить храм Артемиды. Раз, два, три, четыре достает. Сюда достает. Сюда. Сюда, сюда. Ой, тут много счастья дастся. Давай, я помнюсь как раз Магнусом мы посадим 5 ходов. Не знаю, кстати, успеваю ли я храм Артемиды. То есть, если я строю храм Артемиды, мапучи богу ремесленников поклоняются. Это четыре очка мне даст, так ведь? Амбар, давайте, воина тут. Три очка даст захват лагеря варваров. Так, Магнуса в столицу. Дальше здесь. Вот так и. Ну, я бы хотел немножко туда дальше, конечно, город поставить повыше. Может, даже вот прямо здесь, вот так вот между. Но не сюда. Либо на этот холм, либо сюда. Если тут не появится никакой варвар, то я еще дальше пойду. Да е-мое. О, еще и мапучи тут бегает. Блин, надо не забыть в начале хода туда переключиться, что мапучи... О, третий город-государство. То есть, ускорена политическая философия. Так, здесь меняем. Ну, конечно, проатаковал варваров, не поменяв боевую мощь. Пока так оставляем. Немножко военную традицию пооткрываем. Аквилея. Да, правильно, надо расти. Так. Но он не должен видеть этот. Посла дали. Отлично. Посол. Это очень даже неплохо. Еще руинка. Так. Ну, скаут поселенца не захватывает. Мне главное сейчас лагерь не захватить. То есть, если я убиваю лагерь, то скаут вполне может поселенца захватывать. Так, дуболом есть. тут дуболом тоже есть. Пойдемте к этой, к этому лагерю. три хода до храма Артемиды, четыре хода до Магнуса. А, она пускай открывает. давайте, сюда пойду исследовать. Надо вот эту территорию понять, что тут. Блин, две культурных ГГшки. Мне прям хоть ты на театральной площади делай упор. галера. Галера, военная традиция, воен... Две военных традиции. А военные традиции это захват аванпоста варваров? О, как мне повезло с этими заданиями от городов государств. Торговца построю. Не хочу пока... Сейчас захватываю этот лагерь. О, коник. Ну, поздно ты, коник, прибежал. Правда, балом может умереть, но... Надо захватывать. Обработку бронзы ускорили. Это мы будем открывать после стрельбы из лука обработку бронзы. Дальше военную традицию ускорили. Один ход открывается. Я прям Гонконг с юзереном могу делать. Другое дело, надо ли? Не надо. Я проекты городские. И мне остается в общем-то 4 очка. То есть, если я построю... Хотя суки тут наверное город поставлен. На этом холме не нравится мне тут. не прошел. не прошел индус. не успел я. Ну, опять лагает, как видите. Угу. Такой ник явно убил меня, да. Дуболома. Очень жаль. Очень классный был дуболом. но он умер. О, торговца дали. Я не успел походить, а тут мапучи не успел дойти. Так. Блин, два хода до приезда Магнуса, а у меня один торговец на будущее есть. Куда бы отправить? Ну, в Рапануе можно дорогу провести, чтобы сюда поселенец, например, быстрее бежал. Давайте в Рапануе. Так, пока никуда не отправляем. Три очка до золотого века. Крам Артемиды. Я не возьму этот хороший хад. Ладно, возьму два. Давай, я отправил тебе друзья. Обязательно я хочу быть друзья. Ну, они там обсуждают, что ты мою территорию забираешь. Он говорит, ну, я же тебе послал дружбу, мы будем дружить. Ну, вряд ли они могут с ним городом то, что-то сделать. Так, один ход до приезда Магнуса. Блин, сколько строится храм Артемиды? Шесть ходов. Вырублю. Может, мне купить еще одного рабочего все-таки? И вот здесь камень. Давайте я куплю. Тогда я точно храм Артемиды построю. Пока не могу запустить караван, потому что у меня один из одного. Но на будущее он у меня очень в тему имеется. Так, ну, приблизительно понятно. Приблизительно понятно. Пока производство оставим и против варваров пока оставим. то есть надо ставить карточку на строительство поселенцев, но пока у нас тут для меня важнее храм Артемиды. храм Артемиды. Окей, окей. Я перейду назад. О, фига себе. у нас тут александр македонский внезапно я не могу вырубать один ход еще так но на один ход тогда откладываем я это могу сделать я забыл что обработку бронзы для этого надо 1 1 ход мы можем отложить производство в городе пойдемте мапуча смотреть где там у нас так амбар амбар тут производство оставляем 164 монету индуса внезапно интересно на таком каком-то перешейки получается между всеми то есть сверху у меня мапучи слева индус справа испанец причем ну я слышал ругается вот вот с этим игроком с родом и я не знаю за кого он играет этот рад мы еще там где-то получается он спрашивает какие-то у меня встретил а я ему не скажу храм артемиды вырубать 4 хода ай-яй-яй у меня два хода ты не совершенно об этом забыл так ну видимо вот здесь надо вырубать так давайте-ка мы тут попробуем чисто на производство все переключить 4 хода все равно блин давать тогда автократию брать 6 процентов к производству чудес и еще и карточку поставлю следующим ходом пересчитается посмотрим сколько ходов блин не успел прачника убрать два хода отлично золотой век храм артемиды то есть это это очень круто для для развития у меня меня тут куча будет всего я бы даже знаете что место к сначала до каменную кладку открыть а потом открыть письменность я бы сначала кампус поставил здесь потом поселенцев уже строил блин не успел я тут пройти закрыл границы александр македонский я двух юнитов потерял уже храм построен может щеку оракул построить или вообще поставил дантика дайте воинов я надо можно будет тапнуть следующие эре в моих этих в легионы опять еще бани надо если поставляем с геотермальными полями еще и плюс один к довольству у меня как раз геотермальные поля есть в столице всегда дают дополнительный бонус плюс 2 к жилю и плюс один к довольству предотвечает потери пищи во время засухи так но мне вот тут бани надо будет ставить или кстати я их еще могу вот тут ставить так ну это мне сюда куда-то бежать надо этим я наверное железо обработаю блин и надо ну тут меня счастье как раз дофига будет создавать храм артемиды как минимум сейчас он дает плюс что как-то мало счастья время для храма артемиды нет так тут я все исследовал надо бы наверно в олигархию переключаться я не собираюсь тут чудеса клепать плюс надо поселенцев строить давайте наверно вот военную традицию откроем ну тут еще надо посмотреть что так повышение тоже берем повышение золотой в золотой век только индус вышел вольнодумство ну я был монументальность взял хочу очки перемещения больше веры у меня правда мало давайте я прям уже начну поселенцев строить единственное тут на еду переключимся так 23 да и тут давайте один сходов ами там залучено 8 и тем более я поставлю карточку так здесь все таки строителя они поселенцы тут еще рано ну индус возможно вильнюс захватит здесь я все таки сначала поселенцы потому что видите меня до построить железо потом только вернуться и вырубить камень для того чтобы там кампус построить так здесь ближнего боя надеюсь гонконг про атакует и я заберу этот лагерь так этот тут сам идет мы железо и возвращаемся на камень интересно где мапучи насколько он далеко вообще отсюда так меняем на олигархию юнитов так тут ставим плюс 5 против варваров производства в городах вместо чудес ставим создание поселенцев и давайте первый посол у меня есть один город куда я могу отправить в принципе а а нету блин я какое-то задание выполнил у вильнюса жопство неприкольно ладно два хода придется потерпеть давайте деньги открывать пока ну карта интересная сгенерировалась прямо скажем нет забрал таки гонконг этот лагерь сволочь эти меня еще атакуют ничего тут нет я думал хоть какая-то этно кстати около вулкана поставим будет интересно индус какой-то тут опасный ну правда армии у нас одинаково примерно по очкам кстати не так уж есть ну там народу города ставил а я чудо построил так тут ждем следующего хода построиться посел я тогда хотя я могу сейчас вырубить чем не ждать в принципе пускай уже действительно поведем поселенцы и начну кампус строить ловите плюс 4 а здесь кампус будет от этого города на плюс 4 я буду удалить метку полечусь пока подстаем так тут мы убиваем но и здесь негде ставить город может вот сюда блин нет наверно вот сюда надо хотя здесь надо подумать следующим ходом не очень понятно куда ставить так здесь я просто пока дострою кампус и сразу в очередь следующего поселенца блин мне надо открыть вообще-то орошение скорее чем деньги вообще как-то могу орошение ускорить хоть где-нибудь на этом пока все спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных оно выйдет завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и Продолжение следует...